Поздним ноябрьским вечером прибыл в Тбилиси госсекретарь США Майк Помпео. Это шестой по счету глава внешнеполитического ведомства Америки, который вступил на грузинскую землю. До него в столице Грузии находились с визитами Джеймс Бейкер, Колин Пауэлл, Кандализа Райс, Хиллари Клинтон, Джон Керри. Майк Помпео на своей странице в Твиттере, на которую подписаны 2 миллиона 600 тысяч человек, поместил твит следующего содержания. Рад быть в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают крепкие отношения, основанные на нашей общей приверженности, свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов. На приветствие высокопоставленного американского дипломата первые комментарии появились на армянскую тему. Авторы твитов жалуются на Грузию, обвиняя ее в совершении преступления перед армянским народом, предательстве Грузии и сочувствии Грузии преступным Азербайджано-турецким планам. В первом комментарии от имени Мари говорится «Поскольку вы так близко, вам следовало попросить открыть Грузию воздушное пространство для доставки гуманитарной помощи в Арцах и Армению. Они, то есть грузины, предатели Армении». Во втором комментарии подписавшаяся как Карина Томпсон сообщается «Грузия заблокировала Армению, создав гуманитарную катастрофу. Турция открыто участвовала в войне Нагорного Карабаха, разместив американские истребители F-16. Тем не менее, вы бываете в Турции и Грузии. А как насчет Нагорного Карабаха?» В третьем комментарии та же Карина Томпсон негодует. На Грузию следует наложить санкции за косвенную помощь преступному альянсу Турции и Азербайджан. 150 тысяч коренных жителей Нагорного Карабаха вынуждены покинуть свои коренные земли, столкнувшись с гуманитарной катастрофой. Признать Грузию к ответственности за ее преступление. О блокаде Грузии и Армении спешит сообщить руководителю Госдепартамента США пользователь в Твиттере под ником Джереми. Просто, чтобы вы знали, госсекретарь Помпео, что Грузия активно блокировала гуманитарную помощь для Армении и США. Автору поста Нилуфар Аштари показалось, что Майк Помпео прилетел в Твиттере для тайной встречи с азербайджанскими правителями. Вот что пишет Нилуфар Аштари. Что дальше? Тайно встречаться с официальными лицами из Азербайджана? Христианская Армения, конечно, не в вашей повестке дня. Ведь там все спокойно, правда? Автор сообщения по имени Трус обратился к Майку Помпео передать следующую просьбу грузинам. Пожалуйста, попросите их быть более добрососедскими по отношению к мирному армянскому народу, чем поддерживать преступные азербайджано-турецкие планы. Напомним, что визит Майка Помпео в Тбилиси явился внезапным. Информация о приезде в Грузию высокопоставленного американского дипломата появилась на сайте Госдепартамента США на следующий день после подписания Карабахского мирного соглашения, в соответствии с которым на территорию Азербайджана входят российские миротворческие войска. Но официальной причиной поездки на сайте Госдепартамента США называется встреча Майка Помпео с президентом Зурабешвили, премьер-министром Гахарии и министром иностранных дел Залгалиани, чтобы выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и призвать к дальнейшему прогрессу в демократических реформах.